Здравствуйте, Геннадий Викторович. Добрый день. Пещера Таврида уже стала новым туристическим объектом. И, понятное дело, что она готова принимать и гостей, и жителей полуострова. Скажите, а параллельно ведутся ли еще какие-то научные работы и исследования? Уже полтора года, почти два года ведется постоянное исследование микроклимата и газового состава воздуха. И здесь стоят датчики. Мы занимаемся исследованием подземного климата. Через два дня приезжает большая экспедиция палеонтологическая. Мы будем в течение четырех месяцев изучать те самые костные останки, которые везде разлетелась. Эта новость, эта информация. И именно через четыре дня приезжает наша вся профессора, коллеги. Крымский федеральный университет, Уральская академия наук, отделение Российской академии наук Москва, Екатеринбург. Приезжают к нам и будем заниматься именно исследованием палеонтологии. Минерологией будем заниматься с коллегами из Казани и из Уфы. То есть тоже приезжают. Такой целый слет ученых летом. Конечно, летом в Крыму всегда хорошо. Но к нам приезжает целый блок реальных научных работников, которые мы постоянно делаем открытие. И открытие будет продолжаться. То есть получается еще много тайн, которые не раскрыты в пещере Таврида. Я правильно понимаю? Слово тайное такое, слово не совсем научное. Не на раскрытых тем, безусловно. Конечно же, самое интересное, это найти, раскопать тот самый природный вход, который мы еще не знаем. Природный вход, через который заходили звери. А чем ближе ко входу, тем больше костных останков, больше находок. И теоретически, потенциально, мы можем найти и останки человека. Только не гомо сапиенс, а гомо эректус, человека прямоходящего, репетикантропа. То есть его еще теоретически может быть. Но мы надеемся, что это получится. А если вы найдете останки человека, насколько это может повлиять вообще в целом на историю возникновения человечества? Любая находка, палеонтологическая, археологическая, это всегда такой давности, двухмиллионолетней давности, полуторамиллионлетней давности, конечно, очень интересно. Безусловно, это интересно. Любая находка, это интересно. Неважно, будет палеонтология, либо археология, то есть животные, либо человек. И то, и другое очень интересно. Скажите, ведутся ли сейчас еще параллельно работы по изучению новых пещер? И много ли еще на полуострове не открыто подземных пещер? Сейчас на полуострове около 2000 пещер известно. И пещеры постоянно находятся новые, открываются новые пещеры. Буквально несколько дней назад в одной из пещер на Четвердаге продолжено исследование крупной реки, которая, мы знаем, что из-под Четвердага выходит большой векарствовый источник Аянский, который питает Аянское водохранилище. И мы здесь, в Симферополе, все пьем эту воду. И есть выход этой воды, а никто не знал входа, где течет река под землей на Четвердаге. Мы нашли эту воду. Сейчас идет активное исследование этой пещеры. Мы надеемся выйти на большую реку. Пока что это приток. Мы надеемся выйти на большую реку. Второе интересное направление – пещера Красная. Всем известно, но она исследовалась еще с конца 60-х годов. И множество исследований привели к тому, что пещера снята, сделана топосъемкой. Ну, может быть, где-то качественно, где-то не совсем качественно. Мы запустили проект по созданию трехмерной модели 3D-съемки, совмещенной с массивом, 3D-съемкой и карстового массива. И будет такая большая модель, где можно будет понять, как образуются, как формируются карстовые воды. Где их истоки. Для этого очень важно, для понимания, как мы питаемся. Фактически весь Крым питается карстовыми водами. Поэтому очень важно понимать, как они образуются. И вот именно такие работы направлены на осознание и понимание, и инструктирование. Так называемая цифровизация пошла уже и под землю. Смотрите, Крым преодолел вододефицит. Но скажите, пожалуйста, стоит ли расслабляться? Или все-таки нужно постоянно мониторить ситуацию с водоцеснабжением полуострова? Обязательно нужно. Именно потому, что мы этого не делали, мы пришли к тому, что возник вот такой вододефицит. Сейчас проводятся, уже второй год проводятся работы совместно с Российской академией наук и Институтом водных проблем. Совместно с Крымским федеральным университетом по заданию правительства Республики Крым ведем мониторинг ряда рек и источников Крыма. И сейчас они здесь тоже работают. Прямо сейчас проходят экспедиции, полевые этапы. Мы делаем замеры расходов воды, минерализации, температурного режима. Причем разных рек, и карстовых, и некарстового питания. То есть все это ведется на постоянной основе. Надеемся, в ближайшее время мы предоставим уже научно-практический отчет. Скажите, пожалуйста, какие планы у вас на этот год? Вы говорили, что сегодня на полуостров готовы приезжать ученые из разных регионов России. Какие направления вы выделяете для себя самыми перспективными на сегодняшний день? Это инвентаризация пещер. Прежде всего, инвентаризация пещер, понять, что у нас есть под ногами. Те 2 тысячи пещер, что известно, не факт, что это, безусловно, не все, что известно. Буквально еще несколько лет назад, 5-7 лет назад было известно полторы тысячи пещер. За последние 7-8 лет мы добавили в кадастр пещер Крыма, кадастр пещер России, около 500 пещер. Это такой значимый результат. И продолжение, и все продолжается. Естественно, происходит осмысление. Когда набирается большая база данных, мы начинаем осмысливать, как они работают, как они приносят свой вклад в водообеспечение Крыма, в морфологию, в происхождение ее. В животный мир. То есть мы изучаем комплексное, происходит комплексное изучение. Мы давно уже организовали так называемую Крымско-Кавказскую комплексную карстовую экспедицию, в рамках которой все эти мероприятия и проводятся. И мы не только в Крыму, но и, скажем, в ближнем зарубежье. У нас будет большая экспедиция, инициирована крымскими, крымчанами в Абхазии по исследованию подземного стока одного из горных массивов Абхазии. Совместно с Министерством экологии Абхазии участвуют около 6 регионов России в этом проекте. Это, конечно, крупный проект, который именно мы инициируем, потому что мы знаем, как это делать, и мы этот проект реализуем уже за пределами России, вместе с российскими регионами. Ну а также, конечно, мы исследуем и думаем о том, как сделать привлекательство с точки зрения туризма, туристических пещер, и они очень недовостребованы, подземные объекты, недовостребованы в Крыму. То есть большие очереди в сезон выстраиваются и на Мраморной пещере, и на Красной. Это направление мы знаем, какие пещеры, какие объекты можно сделать доступными для туристов. Осталось только все соединить, кто это будет делать, наши научные знания, сделать это безопасно, грамотно, красиво, чтобы это не наносило вред подземной среде. Надеюсь, у нас все получится. А вот хотелось бы, чтобы вы рассказали, может, дали такую памятку для туристов и отдыхающих, что не стоит искать приключения в пещерах, которые, допустим, еще не обследованы, потому что бывают случаи, когда сотрудникам МЧС приходится находить людей и буквально вытаскивать из-под земли, потому что происходят весьма трагические ситуации. Да, к сожалению, это большая проблема, но за минуту памятку не сделаешь. Конечно же, самое главное, как минимум, оповещать МЧС, оповещать Крымспас, куда вы направляетесь. Там вам будут более понятную и внятную оценку ваших способностей, и вы сможете хоть понимать, куда вы пошли. Потому что действительно бывали такие случаи, когда человек ушел, куда непонятно, где его искать. Тысячи пещер. Это даже сложно найти его. Тем более, если приезжают люди из региона, не из Крыма, а из других регионов. То есть главная задача, как я считаю, чтобы было безопасно, обращайтесь в специализированные структуры МЧС, Крымспас. Скажите, мы собираемся идти в пещеру, такую это вам подскажут. Есть топосъемки, есть описание. Ну и, конечно же, иметь нужно под каждую пещеру специализированный набор компетенций, который может работать с водой, с веревкой, либо с аквалангом. То есть совершенно разные пещеры, разные тематики прохождения. Геннадий Викторович, спасибо вам большое за интервью. Желаем вам удачи и, конечно же, новых открытий. Спасибо большое.